Воском начали рисовать еще очень давно, еще в Древней Греции. Ты что-нибудь слышала о Древней Греции? Да. Да, что ты слышал? Там проводились первые олимпийские игры. Правильно, да. И они строили разные архитектурные сооружения. И вообще в период Древней Греции считается эталоном, считается самым классическим лучшим искусством. А еще в Древней Греции начали использовать воск в искусстве. Они называли это энкаустика. Они нагретые восковые краски, они рисовали, и по помощью лопатки нагретой на ткани воду оставляли разные следы. Похоже, как слева ты видишь два изображения. А также воск использовался как верхний слой, чтобы не пропускал воду. Также когда-то обувь начищали воском, чтобы лужа не попадала тебе в ботинок. Вот, и мы с тобой сегодня тоже будем рисовать. Мы с тобой пофантазируем. Смотри. Кто у нас на фоне, может, ты видел? У нас на фоне звезды. И у нас сегодня с тобой космическое путешествие. Ты полетишь со мной в ракете сегодня? Да. Да? Хорошо. Теперь мы с тобой ее нарисуем. Тебе нужен листик, правильно? Здесь листик, готовил? И карандашик. Теперь мы должны, ну, у нас на картине мы будем мы на нашей ракете и наша планета. И нам надо карандашиком нарисовать нашу планету. Я нарисую круг. Ты рисуй у себя в листике. Нарисуй карандашом контур своей планеты. Хорошо. Она может быть не обязательно круглой, может быть с какими-то горами. Может быть не идеально круглая. На моей планете будут еще кольца. Вот. А также мы нарисуем нашу ракету, хорошо? Какая будет ракета? Ты умеешь рисовать ракету? Да. Нарисуй ракету. Я нарисую свою и увидим, какие у нас получились. Получилось. Вот, смотри. Теперь, покажи, у тебя есть кусочек воска? У меня это вот такой кусочек маленький. У меня это вот такой. О, у тебя хороший кусочек. Смотри, теперь тебе надо взять эту твою свечку и вот там, где есть кусочек воск. Ты должен обвести контур, смотри, вот так. Взять и по контуру провести своим воском. Но на воск надо чуть-чуть надавливать. И все-все контуры, которые ты нарисовал, нужно провести этим кусочком твоим, твоей свечечкой. В космосе еще могут быть звезды, правильно? Можно вот так точками поставить наши звездочки. Мы потом их увидим, когда будем раскрашивать. Поставим точечки-звездочки? Да. Давай. В космосе что бывает еще? Кометы разные, да? Астероиды. А какие точки? Маленькие, просто точки? Ну, можешь просто точки. Может у тебя какая-нибудь красивая, интересная звезда получится. Как хочешь. Как ты себе представляешь. Рисунок. Теперь мы начинаем зарисовывать фон. С одного уголка в другой. И мы потихоньку зарисовываем, зарисовываем. И видишь, там где воск, на видео не видно, к сожалению. Там краски не будет. Можно использовать разные цвета. Мой космос будет разноцветный и с фиолетовым. Тебе нравится твой рисунок? Да. Да. А как ты назовешь свою планету? Мини-солнце. О, планета мини-солнце. Значит, победа летит на планету мини-солнце. Да. А там кто-то живет на твоей планете? Нет, она еще не изучает. Необитаемая, да? Эта планета издает свет, но на нее можно походить на ней. Ага. Чтобы потом полететь куда-нибудь дальше, да? Да. Хорошо. А можно эта планета будет изобразительного искусства? Да. Да? А можно там будут жить разные... Разные составляющие изобразительного искусства, как архитектура, да? Что еще там будет жить? О чем мы еще говорили сегодня? Инопланетяне. Да, инопланетяне. Инопланетяне будут живы, описывают анимации, да? Да. Да. А скульптуры там будут? Да, будут. Как круто. Да, только у скульптур будут другие головы и глаза. И руки, может даже. Хорошо. Круто. А тебе понравилось наше сегодняшнее занятие? Да. Да? Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...